Всем привет! С вами Андрей Деркач и это Детали. Проект настоящего времени готовы объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня. Умная флора. Узнаем, каким образом ученые заставляют взаимодействовать растения и роботов. Минутное дело. Убедимся, что тесты на коронавирус становятся все быстрее и совершеннее. Счастливый ли билетик? Разберемся, насколько велики шансы заразиться коронавирусом в общественном транспорте. А также дело вкуса. Посмотрим, что нового может предложить покупателям индустрия заменителей мяса. Про людей-роботов или киборгов мы уже много слышали. О них даже снимают кино в Голливуде. Но вот растения-роботы — это концепт относительно новый. Суть его в том, что представители флоры могут управлять роботизированными системами и компьютерами, чтобы помочь себе в буквальном смысле процветать. Пойти чуть дальше концепта и создать что-то конкретное уже пытаются многие ученые по всему миру. Растения являются живыми организмами. Это научный факт, который в высокотехнологичном обществе имеет очень важное значение. Растение, например, может рассказать нам о среде, в которой люди с ними сосуществуют, а также выполнять функции контроля за окружающей средой. Состояния вот этого биологического организма и вот этого биологического организма, они достаточно похожи. То есть если ему идет плохо, то, скорее всего, мне тоже будет идти плохо. Ну, кстати, в определенных рамках. Чтобы лучше понимать, какую информацию до нас может донести растение, ученые разработали специальные сенсоры, которые собирают данные о фотосинтезе, движении жидкостей в растении и так далее. Мы получаем где-то порядка, ну, скажем, до 10 физиологических и электрофизиологических параметров. То есть мы измеряем биопотенциал, измеряем проводимость ткани в разных точках, дополнительные сенсоры. Вот. И плюс еще приблизительно, ну, порядка, скажем, около 20 различных датчиков окружающей среды. Самое интересное – это то, что с этой информацией происходит потом. Она передается для анализа компьютеру или другим устройствам, где накладывается на заранее созданные модели. В результате выбирается алгоритм, который заставляет всю систему – полива, освещение, удобрения – работать определенным образом. Прикладное использование может быть самым различным. Исследованием одного из них занимался проект «Флора-работика». В его рамках было создано устройство, которое может управлять направлением роста растений. Мы называем его роботизированным узлом. Это еще не совсем робот, но уже немного больше, чем просто сенсор. В него входят компьютер, батарея и несколько датчиков, которые в том числе определяют расстояние до растения. Также в устройство встроены светодиоды, дающие очень яркий свет. С помощью света и регулируется направление роста растений. Ведь стремление к свету является их естественным свойством. Таким образом можно создавать самые сложные рисунки – целые полотна на бетонных стенах города. Эти роботизированные узлы самостоятельно принимают решение, к какому из них и когда нужно включать свет. Причем они принимают это решение сообща, на основе данных с датчиков и запрограммированного плана роста растений. В своем исследовании ученые пытались пойти еще дальше и использовать растения как фитосенсоры. Это когда вы используете растения для оценки качества окружающей среды. На основе полученных данных можно делать заключение об уровне СО2, освещенности, влажности, температуре в помещении. Это и подобные роботизированные системы находят все большее применение – от научных исследований и сельского хозяйства до сферы развлечения. Есть примеры подключения к растениям речевого интерфейса, которые активизируются датчиками электромагнитного поля и температуры. Растения практически мгновенно реагируют на касание. Если кто-то проходит, то сразу включается речевой интерфейс. Скажем так, растение «знает», что кто-то прошел, и активизирует речевой интерфейс с такой фразой, допустим, «Здравствуйте, меня зовут Флора». У нас такое стандартное имя для растений. «Меня зовут Флора. Я здесь нахожусь. Как у вас настроение сегодня?» У растений даже есть свои странички в Твиттере, где информация об их состоянии преобразуется в письменную речь. Это, конечно, скорее имитация умственной деятельности. Но существуют и примеры, когда растения сами управляют роботизированными системами. Более того, мы опыты проводили, когда растение само управляло освещенностью. То есть она регулировала свет так, чтобы ночью меньше света шло, а днем было больше света. Ее ритмы переключения, они происходили, как правило, где-то утром. То есть буквально за два часа растение перестрелилось из такого спящего режима в такой режим, скажем, в отраслении. Биогибридные технологии — перспективное направление из точки зрения освоения космоса. На Луне и Марсе, где человечество намеревается создать свои колонии, такие технологии помогут лучше адаптироваться к недружелюбной окружающей среде. Андрей Деркач, Сергей Дагатарь специально для программы «Детали». Маска теперь не просто защита от вирусов, но и продвинутый гаджет. В Японии разработчики сделали маску, которая знает языки и может выполнять функции переводчика. Сама маска пластиковая. Надевать ее надо поверх обычной медицинской маски. Устройство подключается к телефону через блютуз и с помощью специального приложения преобразует устную речь в письменную. Маска также помогает совершать звонки и делает громче то, что произносит ее владелец. Часто сложно услышать, что покупатели или кассиры говорят в магазинах, потому что они отделены друг от друга стеклянными перегородками. Наша маска помогает улучшить процесс общения через расшифровку текста на смартфоне, либо сделав громче голос. Гаджет не был создан с ноля. В его основе разработки сделаны для другого продукта компании — робота-переводчика. Спрос на него в результате пандемии резко упал. Создать устройство стало возможным благодаря краудфандинговой кампании, во время которой всего за три минуты было собрано 260 тысяч долларов. Мы работали много лет, чтобы создать нашего робота, и теперь мы используем наши наработки для создания продукта, который соответствует потребностям общества в условиях пандемии коронавируса. Первые пять тысяч масок появятся на рынке в сентябре. Цена — 40 долларов за штуку. Другие новости недели далее в нашем дайджесте. В НАСА разработан портативный индикатор под названием «Пульс». Распечатанный на 3D-принтере прибор надевается на шею и начинает вибрировать, если человек подносит руки близко к лицу. Таким образом, устройство напоминает о повышении риска заражения COVID-19. Клинические исследования вакцины от коронавируса разрабатываемой немецкими учеными и американским фармацевтическим гигантом Pfizer дали положительный результат. Согласно их заявлению, экспериментальная вакцина привела к выработке антител у участников испытаний в такой же концентрации, как и у людей, переболевших коронавирусом. Испытуемым вводились две дозы вакцины с интервалом в 21 день. Китайские ученые сообщили об опасности возникновения новой эпидемии. Обнаруженная у свиней новая разновидность гриппа оказалась очень заразной и для людей, и его распространение необходимо тщательно отслеживать, предупреждают специалисты. Однако на данный момент непосредственной угрозы для человечества нет. Аэрокосмическое агентство США перенесло на 30 июля запуск марсохода Perseverance и вертолета Ingenuity, предназначенных для исследования Красной планеты. В космическом агентстве подчеркнули, что сами аппараты готовы к старту, однако задержка связана с обнаруженной во время последних тестов проблемой датчика жидкого кислорода на ракете-носителе. Компания Amazon покупает калифорнийский стартап Zoox, специализирующийся на самоуправляемых автомобилях. Интернет-гигант планирует использовать беспилотные авто для собственного сервиса такси, а также для модернизации процесса доставки товаров. По данным СМИ, сумма сделки составила 1 миллиард долларов. Австрийские ученые изучают геном смолевки узколистой, выращенной из семян, возраст которых составляет 32 тысячи лет. Семена были найдены российскими учеными в Магаданской области на глубине 38 метров, в слое вечной мерзлоты. Ученые рассчитывают, что результаты исследований помогут сделать современные сельскохозяйственные культуры устойчивыми к экстремальным погодным условиям. Новая волна пандемии коронавируса сейчас начинает охватывать некоторые американские штаты. И вот чтобы она не превратилась в цунами, ученые создают все новые способы борьбы с COVID-19. И пока в отсутствии вакцины, главное оружие здесь, конечно же, тестирование. Чем быстрее и масштабнее оно, тем больше шансов на победу. Ученые нескольких университетов уже готовы предложить здесь эффективные инструменты. Алексей Горбачев изучил самые многообещающие. Тестирование становится ключевым элементом борьбы с COVID-19. В Америке, которую коронавирус затронул особенно сильно, сейчас испытывают новейшие разработки для упрощения и ускорения процесса тестирования. Ранние обнаружения вируса имеют ключевое значение. Доступные на рынке тесты выявляют антитела в крови пациента, выделяющиеся в качестве ответа на коронавирус. Недостаток этих тестов заключается в том, что они не всегда могут обнаружить заболевания на ранней стадии. На медицинском факультете университета Мэриленда смогли разработать кардинально новый подход к тестированию. В основе технологии лежит использование наночастиц золота, задача которых — присоединиться к РНК вируса. В каждом из нас своя уникальная РНК. Это строительный материал для нашего организма. Вирус также имеет уникальную РНК. И мы нашли молекулу, задача которой будет присоединяться к РНК вируса. Это похоже на замок и ключ. Ключ здесь — это молекула, а замок — это РНК нужного нам генетического материала. Наночастицы позволят отследить даже микроскопическую концентрацию вируса в генетическом материале. Результат теста готов за 10 минут. В нашем случае вирусная РНК содержится в слюне, в назальном мазке и даже в сперме, причем на очень ранней стадии заболевания. Теоретически ее можно будет отследить даже в первый день заражения. Таким образом, этот тест будет абсолютно точным. Если в биоматериале пациента присутствует вирус SARS-CoV-2, жидкость пробирки окрашивается из фиолетового в голубой цвет. Наша цель — чтобы людям не приходилось идти в больницу и проходить сложные и дорогостоящие анализы. Вместо этого мы хотим разработать простую и доступную технологию, которую можно широко использовать, в том числе и в домашних условиях. Мы пытаемся сделать тест как можно более дешевым, но при этом без ущерба для качества. Сейчас мы исходим из стоимости в 10 долларов или менее за один тест. А вот в университете штата Огайо сейчас экспериментируют с другим изобретением. Аналогом алкотестера, который используют полицейские. Он будет выявлять коронавирус в парах выдыхаемого воздуха. Несколько лет назад я изобрела аппарат для дыхательного теста на грипп. Во время эпидемии COVID-19 мы решили найти новые биомаркеры и использовать этот дыхательный тест для обнаружения коронавируса. Изобретение ученых позволит отслеживать химические соединения, образующиеся в легких человеках в качестве ответа организма на вирус и содержащиеся в выдыхаемых газах. В случае с COVID-19 мы ожидаем 90% точности. Это впечатляющий результат для дыхательного теста. Данные теперь предстоит верифицировать. В университете штата Огайо сообщили, что изобретатели получили грант в размере 200 тысяч долларов и сейчас усиленно работают над внедрением своего изобретения в жизнь. Преимущество этой технологии заключается в том, что она основана на полупроводниках и автоматических сенсорах, которые стоят очень дешево. Конечно, если вы хотите сделать одно устройство, то это обойдется вам в 500 долларов. 20 тестеров будут стоить по 50 долларов за штуку, ну а если вы соберетесь производить миллионы устройств, то цена каждого из них будет очень-очень дешевой. Хотя дыхательный тест на коронавирус может использоваться и в домашних условиях, он особенно полезен там, где нужно обследовать большое количество людей за небольшой промежуток времени. Ведь этот тест многоразовый, и результаты будут готовы уже через 15 секунд. Нет необходимости дезинфицировать все устройство, необходимо лишь менять трубку. Таким образом, можно за короткое время обследовать много людей, например, тех, кто идет на посадку в самолет или входит в здание. Ученые надеются, что новейшие тесты смогут внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Ведь именно идентификация болезни на ранних стадиях позволит вовремя принять меры предосторожности. Алексей Горбачев, Юрий Закревский, специально для программы «Детали». Чем больше мы знаем о способах распространения коронавируса, тем увереннее себя чувствуем. Особенно уверенности не хватает в общественном транспорте, где на фоне пандемии у многих из нас развиваются тревожные мысли о том, что кто-то может принести вирус в автобус или заразить одним махом или чихом всех пассажиров. Исследователи из Фресно решили выяснить, есть ли серьезные основания для таких опасений. Ангелина Багдасарян поговорила с учеными. Число заболевших коронавирусом в Калифорнии продолжает увеличиваться. Растут и страхи тех, кто вынужден работать в общественных местах. Водители автобусов в данном случае, как и продавцы магазинов, в зоне повышенного риска. Но несмотря на то, что езда в транспорте без масок запрещена, водители ограждены от пассажиров прозрачными щитами, а заходить можно лишь в заднюю дверь автобуса, высокая опасность заражения сохраняется, говорят ученые. Это исследование в области распространения коронавируса в общественном транспорте. Ученые из Фресно начали как раз, чтобы помочь водителям автобусов и пассажирам ездить в транспорте спокойно. Мы создали модель, которая позволяет понять, как быстро вирус распространяется по автобусу. Повсюду ли он, есть ли в салоне безопасные места, куда вирус не сможет добраться, подвергается ли риску водитель, ведь он все время за рулем. И что происходит, если кто-то чихнул, как распространяется после этого вирус по автобусу. Али Тауфик – профессор из Фресно. Он занимается изучением распространения вирусов в общественных местах. Вместе с коллегами профессор при помощи нетоксичного дыма замеряет скорость движения микробов в салонах пяти разных автобусов. Кстати, в каждом транспортном средстве вирусы распространялись по-разному. После проведения наших экспериментов мы пришли к выводу, что воздух в автобусе распространяется довольно быстро. В некоторых автобусах скорость распространения экспериментального дыма по всему салону заняла всего 15 секунд. Это значит, что через 15 секунд после попадания вируса в автобус от него уже не скрыться. Система вентиляции разносит его по салону мгновенно. Вот почему социальная дистанция тут не поможет. Исследования проводятся с настоящими вирусами, поражающими материалы, но не людей. В нашем эксперименте принимали участие два типа вирусов. Один немного меньше по размерам, другой такой же, как коронавирус. Первый имеет такую же структуру, а второй отличается от него. Обычная фильтрация, говорят ученые, распространение вируса в транспорте не остановить. Измерив скорость движения вируса, исследователи перешли ко второй стадии. На ней они пытаются выяснить, как уничтожить вирус при попадании его в вентиляционную систему. Решение именно этой задачи поможет не только ездить в транспорте без страха заразиться, но и спокойно посещать магазины и рестораны. Мы надеемся, что мы сможем найти доступный способ, который поможет убить вирус. Нам необходимо найти недорогие и в то же время эффективные технологии, чтобы мы могли нейтрализовать вирус. И тогда ездить в общественном транспорте будет безопасно и пассажирам, и водителям. Если исследования пройдут успешно и путь к нейтрализации вируса на стадии обработки воздуха в системе вентиляции будет найден, то это станет большим прорывом в борьбе с коронавирусом. А судя по прогнозам специалистов, она, борьба, предстоит долгая. Мы еще находимся на так называемой первой волне. В США люди продолжают заражаться. Если вы посмотрите статистику заболеваемости, то увидите, что если раньше мы фиксировали 30 тысяч новых случаев заражения, то сейчас мы регистрируем 20-25 тысяч зараженных в день. Цифры никогда не опускались ниже. Вирус не исчезает. Он циркулирует по штатам. Сочистки воздуха от вирусов не решен. Власти Калифорнии постановили вновь закрыть все бары. Чиновники считают, что нахождение людей в закрытом пространстве и стало одной из причин резкого скачка в ковидной статистике региона. Ангелина Багдасаряна, Вазген Воржебетян. Специально для деталей из Лос-Анджелеса. Животноводство уже давно является занозой на теле нашей планеты. Оно оказывает влияние на качество земель, воздуха, воды. Да и само мясо часто опасно. Оно может быть разносчиком заболеваний, либо содержит антибиотики, которыми эти заболевания люди пытаются предотвратить. Неудивительно, что на этом фоне индустрия мясозаменителей начала стремительно расти. Искусственное мясо безопасно, полезно. Хотя чаще всего выбор между обычным и высокотехнологичным мясом – это дело вкуса. По словам Пэта Брауна, главы калифорнийского стартапа Impossible Foods, пандемия коронавируса открыла для производителей-заменителей мяса новые возможности. Я думаю, что многие потребители захотят попробовать наш продукт. И если они сделают это, то будут поражены тем, насколько он вкусный. И я действительно считаю, что многие из них никогда больше не захотят покупать традиционное мясо. Impossible Foods – один из лидеров направления. С момента своего основания почти 10 лет назад компания смогла привлечь более миллиарда долларов инвестиций. Среди инвесторов – Google и Билл Гейтс. Ажиотаж вокруг компании на выставке CS 2020 подтвердил, что люди готовы покупать мясо, сделанное из растений. Наша миссия – полностью исключить животных из глобальной продовольственной системы. Мы стремимся к этому с первого дня нашей работы. И, конечно, невозможно выполнить эту миссию, не предложив альтернативу свинине. Котлеты для бургеров и свиной фарш – это основные направления Impossible Foods. Производить это из растений стало возможным благодаря многолетним научным исследованиям стартапа. В ходе них было обнаружено, что органическое соединение гем является тем ключевым компонентом, который придает мясу его свойства. Абсолютно идентичное соединение было обнаружено и во многих растениях, в основном в бобовых. Для извлечения гема из растений в Impossible Foods сейчас используются генномодифицированные дрожжи и процесс ферментации, применяемый в индустрии пивоварения. Конкуренция в индустрии мясозаменителей уже не шуточная. Согласно прогнозам, в ближайшие годы доля отрасли на рынке вырастет до 140 миллиардов долларов. И уже сейчас даже в Калифорнии у Impossible Foods есть достойный конкурент в лице компании Beyond Meat. Не говоря уже про более удаленные рынки. Мы создаем отличное и действительно вкусное мясо, которое имеет растительное происхождение. Для этого мы используем 3D-печать. 3D-печать мяса — это то направление, которое может нанести решающий удар по традиционному животноводству. Индустрия, предлагающая альтернативу мясу, сейчас больше ориентируется на производство фарша. Хоть двигателем всей отрасли является мясо, продаваемое целыми кусками. Наша технология позволяет производить говядину, идентичную натуральной. Только делается это намного более эффективно, дешево и без ущерба для экологии. Самое главное, что технология позволяет делать растительное мясо идентичным натуральному. Не только с точки зрения питательных веществ и вкуса. Здесь и цвету, и текстуре, и жесткости придается не меньшее значение. Мы сделали анализы и определили, какие ключевые компоненты нам нужно воссоздать, чтобы получить такие же отличные куски мяса. И вот мы определили три основные составляющие. Это мышцы, кровь и жир. Вот главные ингредиенты качественного стейка. Redefine Meat утверждает, что уже через год один принтер сможет печатать мясо со скоростью 20 кг в час. Цена такого продукта будет дешевле традиционного мяса. Тот, кого растительное мясо все равно не вдохновляет, может попробовать и еще одну альтернативу – мясо, выращенное в лаборатории. Идея в том, что мы берем клетки коровы, не убивая ее. На ее основе мы выращиваем ткани для различных типов мяса. Это тот же самый стейк, который мы с вами привыкли употреблять в пищу. Создатели такого мяса утверждают, что оно полезнее обычного. Оно не подвержено заражению, и в него не добавляются антибиотики. Кроме того, можно влиять на вкусовые качества продукта. Мы можем культивировать мясо с заданными свойствами. Мы можем делать, например, мясо с большим количеством ненасыщенных жирных кислот, как у рыбы. Мы можем выращивать мясо, обогащенное витаминами. Мы можем выращивать мясо, обогащенное железом для вегетарианцев, которые довегетарианились до анемии. Мы можем выращивать мясо с какими-нибудь хитрыми вкусами. Добавляя, допустим, водорослую спирулину, мы будем получать мясо, ну, опять-таки, предположительно, но с большой вероятностью мясо с выраженным травянистым вкусом, если это кому-то интересно. Противники такого подхода также есть. Они считают, что вмешиваться в природные процессы не стоит. Хоть в целом факты на стороне мясозаменителей. Например, если сравнивать бургер животного происхождения и растительного, то при производстве последнего на 90% меньше выбрасывается парниковых газов в атмосферу, на 46% меньше используется электроэнергии, на 90% воды и на 93% земельных угодий. Андрей Деркач, Сергей Дагатарь. Специально для программы «Детали». Это были «Детали». Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего уже через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok